Вот мы исполнили гранат, который чуть-чуть отличается от всех тех, которые мы делали с натуры и как бы стягивали с натуры вот этот вот плод и использовали его для того, чтобы, как сказать, хотите его все-таки съесть. Этот гранат мы использовали для того, чтобы даже перечеркнуть его фруктовую сущность. А вдруг это какой-то предмет, который возможно, возможно, знаете, или скопление каких-нибудь драгоценных камней или, допустим, какие-то облака или количество каких-то пейзажей. То есть мы по-другому посмотрели на этот гранат и вот где-то перешли на территорию современного искусства, чтобы не говорить о съедобности этого фрукта, а просто поговорить о том, как соединяются между собой вот эти вот гранатовые зерна в каких-то небывалых поворотах друг к другу. И, конечно, нижний подмалевок является таким, как вам сказать, дышащим для того, чтобы хоть немножко зачеркнуть реалистическую сущность этого съедобного, довольно-таки вкусного фрукта. Вот. И что еще здесь должно было очень сильно как бы привлечь зрителя к тому, что все-таки продолжаем разговаривать, что этот фрукт для дворянского стола. Я вот поэтому держу вот фраже и вот такую вот хорошую соусничку для того, чтобы показать, что вот такие предметы хороши для этого граната. Ни в коем случае никакие-то, допустим, сельские глетчики или горшки или, допустим, оцинкованная посуда сюда не подойдет. Здесь надо серебро, какое-то венецианское стекло и, возможно, какие-то мельхиоровые красивые подносы, да, под этот фрукт. То есть мы смотрим, кто он по своей внутренней сущности, а внешнюю сущность мы как бы разбалансировали и запустили ее в состояние световоздушной среды. Как будто это только аромат граната, это его воздух, который находится вокруг него, и это брызги из него, когда мы его разламываем. Вот как-то вот так, чтобы образ граната все-таки могли мы ассоциировать с чем-то очень приятным, сладким и, знаете, состоянием почти счастья.